Приветствую, друзья! Меня зовут Шевченко Александр, и это канал Академии Счастья. Поговорим сегодня о секретах эффективной коммуникации. На самом деле, общение составляет огромную часть нашей жизни, и мы общаемся. Зачастую мы общаемся, конечно, не по теме о разных вещах, которые далеки от нас самих, от нашей жизни. Но вот в чем же действительно суть общения, когда оно становится по-настоящему эффективным? Чтобы это было так, важно понять, для чего вы общаетесь, то есть какова ваша цель. Можно просто много говорить, и это общение не будет никуда везти. А по-настоящему цельное эффективное общение, оно направлено на понимание. То есть когда общение ведет к пониманию, тогда мы приходим к новым озарениям, суждениям. То есть мы можем в действительности выстроить такое общение, когда мы понимаем друг друга. Для этого общение должно строиться на основе общей реальности. То есть о тех вещах, с которыми мы, ну скажем так, имеются у нас общие взгляды. То есть если у нас совсем диаметрально противоположные точки зрения на какой-то предмет, то общение не пойдет. Оно будет выглядеть в виде какого-то, ну скажем так, спора. То есть каждый будет отстаивать какую-то точку зрения, свою правоту, но мало слушать друг друга. А общение должно быть таким, что один говорит, второй слушает. Потом он выслушал, подтвердил это, потом меняется общение. То есть человек другой говорит, а тот, кто до этого говорил, слушает. И так вот происходит такой цикл общения для смены. И когда мы говорим насчет того, в отношении чего мы более-менее согласны, и чем больше согласия, соответственно, тем больше у нас возникает желание и дальше общаться. То есть больше возникает вот этого дружелюбия, то, что мы называем принятием, affinity, то есть когда хочется быть ближе к друг другу. Вот. И получается, общение таким образом выступает как мостик. Мостик, который сближает людей. Но опять же таки, люди, которые хотят сблизиться, они общаются на те темы, которые действительно их сближают. Поэтому, когда я общаюсь с человеком, да, то я не пытаюсь как-то, ну скажем так, повлиять на него, чтобы сделать его неправым и себя правым. Да, то есть цель – это общение, где каждый может быть правым, где каждый может высказывать свои точки зрения, активно, да, делиться ими, в то же время выслушивать точки зрения другого. Поэтому, получается, секрет эффективного общения начинается с того, что мы направляем его на понимание. Но есть еще более базовый принцип. Общение состоится тогда, когда каждый из нас по-настоящему присутствует здесь и сейчас. То есть в полной мере не как какой-то шаблон или контур, какой-то механизм, да, потому что вы, может быть, часто замечали, что люди как общаются не от себя, просто шаблонно говорят, отвечают. Но тут нету искренности, нету вот этой вот естественности общения. И когда ее нету, то получается, общаются как бы каких-то два механизма, как робота, да, то есть они выдают какие-то заготовленные фразы из ума, но вот этой искренности, настоящего общения там нет. Поэтому все начинается, прежде всего, с присутствия. То есть присутствия, что вы сами, как духовное существо, как сознание, присутствуете здесь и сейчас. И вот в этот момент начинается настоящее общение, которое в действительности дает возможность человеку вот быть. Быть, то есть все начинается с того, что он есть, да, чувствует себя, чувствует свое пространство. И потом следующий этап – это способность быть лицом к лицу, воспринимать с удобством своего собеседника. Вот, потому что это тоже очень важно. Если вы не можете этого делать, то получается, как вы можете общаться. То есть вы будете избегать вашего собеседника или наоборот как-то навязчиво пытаться возобладать над ним. И вот все вот эти моменты, они очень важны. И каждый из них, он настолько важен, что это все складывается в формулу общения. То есть есть человек, который является причиной общения, да, то есть источником общения, да, он создает общение, передает его через расстояние другому человеку, который является приемником, да, для этого общения. Тот человек принимает его и он воспроизводит, что ему было сказано, какое слово, да, то есть какой набор звуков. Потом у него происходит понимание, что же это такое. Вот, и таким образом вот эта формула, она работает. И, конечно же, у того, кто создает общение, должно быть намерение, чтобы его поняли Потому что если такого намерения нет, если он будет там что-то говорить себе под нос Бубнить как-то невнятно или наоборот кричать Это будет не связано с пониманием Поэтому формула общения, она очень-очень важна И если она не соблюдается, то это уже будет не общение, а какой-то, скажем так, диссонанс То есть будет какое-то несоблюдение правил основных общения И люди будут, скажем, не придут к пониманию И если цель общения это понимание, то, конечно же, эта формула должна соблюдаться И когда я, например, общаюсь с человеком, я применяю эту формулу Потому что я знаю, что она работоспособна, она приведет к настоящему эффективному общению Когда я провожу процессинг, то есть я позволяю человеку углубиться внутрь себя И понять, что же в нем есть Какие в нем есть скрытые формы Какие в нем есть вещи, которые он, например, избегает, не хочет смотреть И вот эта формула тут еще более важна Потому что если ее нарушать, то я не смогу помочь человеку открыться, заглянуть вглубь себя И тогда не произойдет исцеление А настоящее исцеление происходит, когда человек готов открываться, готов идти вглубь И когда у него происходит вот эта настоящая трансформация То есть настоящее исцеление, когда человек идет глубже, глубже, глубже И не избегает этого, а открывается И вот как раз в процессинге важна вот эта открытость Она важна и в жизни Потому что когда мы общаемся со своим партнером, да, с самими близкими людьми Если мы можем открываться, можем чувствовать себя самим собой То это и есть вот эта открытость Это и есть то, что дает нам радость Дает нам какую-то такую истинную доброту и настоящее счастье Поэтому открытость это то, что есть у нас изначально Но мы теряем это, закрываемся И потом нам сложно войти в коммуникацию с другим человеком Поэтому просто сделайте практику в жизни Вот побудьте с вашим партнером, да Будь это там ваш муж, жена или парень, девушка, там кто угодно, да То есть просто ваш друг, например, да Самое важное, чтобы у вас были доверительные отношения Побудьте с ним вот наедине, сядьте друг напротив друга Сначала побудьте просто в вашем пространстве с закрытыми глазами Посидите какое-то время Ощутите пространство Ощутите себя в этом пространстве Какой вы То есть побудьте в этом Почувствуйте себя, ваше присутствие То есть как вы находитесь здесь и сейчас И это даст вам возможность ощутить себя, какой вы И ощутить себя как сознание Вот И когда вы почувствуете, что вы можете присутствовать, что вы здесь и сейчас какое-то время, то есть, несмотря на то, что что-то там может вас выбивать, какие-то мысли, чувства, ощущения, потом перейдите ко второй части, откройте глаза и смотрите на вашего партнера. То есть, не избегая, просто наблюдая легко, спокойно, то есть, никто кого пересмотрит без всякого, просто с любовью, с радостью наблюдая за собой и за своим партнером. Если будут там какие-то проявления, просто проходите через это, то есть, продолжайте выполнять процесс, и они постепенно уйдут. То есть, это не что-то такое, что как бы сложное, это самое простое, это те практики, которые помогают вам быть собой, то есть, быть в своем пространстве и ощущать своего партнера тоже, то есть, наблюдать за ним и смотреть, какой он, то есть, наблюдать за тем, что происходит в вашей коммуникации. То есть, коммуникация может быть и даже без слов в этом, коммуникация на тета-уровне, вот, и когда такая коммуникация между вами есть, то это гораздо глубже, вот, и в этот момент, когда вы смотрите на вашего партнера, почувствуйте эту коммуникацию с ним на этом тета-уровне, вот, и тогда вы увидите, как это все происходит, как как взаимодействие происходит как работает этот процесс и потом когда вы сможете присутствовать с вашим партнером на в таком смотря глаза в глаза то есть с любовью с радостью да сможете присутствовать какое-то время вы можете закончить и обсудить что вы почувствовали какие у вас были понимания озарения что это тоже очень важно как бы поделиться своими наблюдениями с вашим партнером вот такие упражнения я провожу на курсе по общению для того чтобы каждый человек мог улучшить свое состояние и в действительности начать общаться по-настоящему то есть не как шаблон не как робот а искренне этично в настоящем времени как настоящий человек как вот во благо и с пониманием поэтому если вам эта тема интересна то пишите мне в личные сообщения и я расскажу подробно о том как проходит обучение как можно записаться на курс ну конечно же процессинг это то что дает человеку исцеление вот поэтому если вам хотелось бы исцелить какие-то жизненные переживания может быть психосоматические болезни болезненные ощущения какие-то травмы и поднять свой духовный потенциал двигаться по пути духовного роста пути к полной свободе то тоже пишите мне в личные сообщения все мои контакты будут под этим видео почитайте обязательно описание там же и мои книги которые вы можете почитать полное исцеление и меры вечного сознания вот и конечно же подписывайтесь на мой канал если еще не являетесь его подписчиком добавляйтесь друзья в соц сетях если видео вам понравилось поставьте отметку нравится и колокольчик для напоминания новых видео поделитесь этим видео с друзьями это будет огромная поддержка для меня если захотите поддержать канал материально то реквизиты все указаны тоже в описании вот я вам желаю счастья друзья осознанность гармоничного общения а мы увидимся с вами совсем скоро в следующем видео которое выйдет завтра всего вам доброго